Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Сегодня на повестке дня у нас мадам С. Давно мы не говорили о нашей любимой мадам С, в жизни у которой произошло довольно много событий, в частности, то, что мадам С переболела, ну а главное то, что она сейчас пребывает во Франции, в Бордо, и окружена своими родными и близкими, а именно своей дочерью Кристиной и внучками. Кстати, дочь мадам С Кристину, я тоже смотрю ее канал на YouTube, мне она очень нравится, ее динамичность, она такая энергичная, мне нравится смотреть, чем она занимается, как она работает, как она обустраивает дом, участок и так далее. Ну нравится она мне, многие критикуют ее, а мне вот интересно смотреть, как она как бы на своих широких плечах, так сказать, образно выражаясь, конечно же, имеется в виду на своих крупких женских плечах, тащит дом, детей, все успевает, очень много работает. Вообще мне нравятся вот такие вот женщины, не амебные, а которые вот такие сильные, идут вперед, работают, рассчитывают на себя, есть что-то в этом привлекательное. Ну это лично мое видение ситуации. Ну а речь у нас все-таки пойдет о маман, то есть о мадам С, которая поведала нам душещипательную историю в последнем своем видео о том, как она влюбилась на просторах интернета в бравого военного инженера, который живет где-то за морями и океанами, и который в течение двух месяцев окрылял мадам тем, что каждое утро говорил ей, какая она прекрасная, какая она красивая, но сказки не вышло, так как выяснилось в конце концов, что это скамер. В общем, история стара как мир, ах, какой был мужчина, ах, какой был мужчина, ну настоящий полковник. Ну а вообще, конечно, к этой истории много вопросов. Ну в первую очередь удивило, конечно, то, что мадам С при живом муже пошла на сайты знакомств. Вернее, там не на сайты знакомств, а ей, к ней добавились друзья, в какой-то социальной сети люди, и вот среди них оказался вот этот бравый военный инженер. Но опять же, как я уже говорил, удивляет то, что мадам же вроде как у нас пока еще замужем, да, можно сказать, что она в процессе развода, по-французски это называется separation de corps, то есть дословно это означает сепарация тел супругов, да, то есть супруги физически находятся не вместе, тем не менее официально они находятся в браке. И как бы, ну так принято, что во время этого периода люди, ну не вступают в новые какие-то отношения. Хотя мадам, конечно же, настаивает, что у нее был эпистолярный роман, роман в письмах. Ну на самом деле это просто как бы флирт онлайн со скамером, который вам там строчит, пишет, рассказывает, какая вы прекрасная до того момента, пока он не попросит у вас либо денежат, либо попросит какую-то услугу, которая будет связана с тем, что вы должны были, будете предоставить всю свою личную информацию, адрес, полное имя, копию паспорта приложить и так далее, и тому подобное, что и произошло в случае с мадам Эс, что и послужило концом этого едва начавшегося эпистолярного романа. Следующий момент, который также вызывает вопросы, это то, что мадам Эс говорит своим поклонницам и своим подписчикам, как бы предостерегая их, вот видите девушки, да, мадам Эс употребила именно слово девушка при обращении к своим поклонницам, вот видите девушки, что творится на просторах интернета, вот какое бывает, ведь так все красиво начиналось, и ничего не предвещало беды, и казалось бы, что все возможно, и сказка возможна, и каждое утро окрыленное, там я мчусь к этому компьютеру с тем, чтобы прочитать слова любви, а вот чем все закончилось, ведь это, наверное, мошенники, и я так удивился, думаю, ну неужели в этом мире еще остался человек, который никогда не слышал о брачных аферистах или скамерах, как мы их сейчас называем, да, то есть неужели после того, как это уже было поднято и у Малахова, и на других передачах, плюс на всех каналах, в которых рассказывается о том, как выйти замуж за границу, обсуждаются темы, касаемые вот именно скамеров, даже Ирина Пентанино говорит, что больше всех набирают просмотры видео про скамеров, то есть, по-моему, уже это говорено, переговорено, уже обсудили все, уже знают все эти схемы, как они работают, но тем не менее, оказывается, есть люди, оказывается, есть девушки в наших селениях, которые еще не слышали о скамерах, потому что я ради интереса стал читать комментарии под этим видео «Мадам Эс», и выяснилось, что действительно девушки пишут, как бы, ну, можно представить, что они сидят за экраном с вылупленными большими глазами и с таким удивлением это все рассматривают, но самое интересное, самое интересное, что мне показалось довольно смешным, это то, что на полном серьезе некоторые девушки говорят, «Но ведь это тоже важно, что в течение двух месяцев вас окрылял какой-то там мужчина, пусть он даже скамер, но это не важно, ведь он подарил вам два этих незабываемых месяца, когда вы были окрыленные, полная надежд, и верили во все это, и вот оно самое главное, главный результат, а не то, что на самом деле там сидел, может быть, какой-нибудь нигериец, а не тот подтянутый, успешный красавец, чьи фото мадам получала ежедневно, нет, совсем не тот, но тем не менее это не важно». И та же Ирина Пентанида рассказывала, что у нее была клиентка, которая вот получала такие же письма, где он заливался соловьем ее, ухажер, рассказывал ей, какая она красотка, и как у них все будет хорошо, и так далее, и тому подобное. Ирина сказала этой своей клиентке, «Это скамер, тут все признаки скамерства, разрывая с ним отношения немедленно». И клиентка сказала, «Нет, я не могу. То, что он мне дает, мне этого уже достаточно. Я хочу это состояние, вот когда я просыпаюсь, и меня ждет очередное письмо, и мне говорят, что я красотка, и что все будет хорошо, и мы заживем, и у нас будет большой дом на каком-нибудь экзотическом острове». То есть женщинам это надо. И, кстати говоря, один из выводов, которые сделала мадам Эс в этом своем видео, тоже, в принципе, сводится к тому, потому что мадам Эс сказала, что ей было так хорошо во время этой переписки, во время этого эпистолярного романа, что она, в принципе, вот такой бы вариант отношений бы только и рассматривала. То есть чтобы не иметь никого рядом с собой, чтобы ни на кого не распыляться физически, но чтобы был вот такой вот мужчина, с которым можно было бы просто общаться, от которого можно было бы слышать хорошие, интересные слова о любви, о том, что все будет хорошо, и что мы там, может быть, даже куда-то съездим в путешествие, ну, чтобы вместе не иметь ничего общего. И, кстати, как бы это комично, может быть, не звучало, я согласен с мадам Эс. У многих людей наступает такой период в жизни, когда, ну, не нужно уже ни с кем сожительствовать, а просто хочется иметь человека, с которым можно поговорить по душам, или по душам, не знаю, как правильно сказать, по душам, по-моему, да? Так вот, дело в том, что, видимо, мадам уже так травмирована вот этим вот браком своим, где нужно было по контракту раз в день и так далее, ну, не буду даже об этом говорить сейчас, и тогда я сомневался, думаю, ну, неужели действительно, мне кажется, вот в брак вступают уже когда этого, ну, не самое главное, когда ты уже нагулялся, натрахался, так сказать, прости господи, но и вот ты вступаешь в брак для покоя, вот чтобы прийти домой и отдыхать, и только там по большому желанию можно еще там пошевелиться слегка, да? Ну, а вообще вот брак для меня, вот это вот семейное состояние, это когда ты приходишь с радостью в этот дом, чтобы отдохнуть, и чтобы тебя не теребили, чтобы тебя не трогали, чтобы тебя ни к чему не склоняли. И поэтому в свое время вот эти вот рассказы мадам С об гиперактивности Фредерико, которому так много всего нужно было, да чуть ли не по контракту, да чуть ли не со стриптизом, то есть с песнями, с плясками, я так подумал, неужели это правда, неужели может такое быть, неужели на старости лет кто-то вот ради этого привозит себе вторую половинку, да? Но потом, просмотрев видео на канале Нинель, я одна такая, ну какие-то старые ее видео, где она рассказывает тоже, как у нее там все не складывалось со своим мужем изначально, и она все бежала, оттуда хотела бежать, сначала до свадьбы, потом после свадьбы, и вдруг она говорит, что одна из причин, по которой ей просто хотелось бежать, роняя тапки из этой Калифорнии, это то, что ее Джеймчику, или как она его называет, Джеймсику, нужен был кекс несколько раз в день, и она говорит, а что это такое, какое-то сексуальное рабство просто, и я так тогда удивился, видимо, правда, что ли наших женщин привозят еще для этого, ну, во-первых, это дешевле, да, если ходить к профессионалам, к жрецам, профессиональным жрецам любви, конечно же, это выйдет намного дороже, но не думал я, что вот еще вот ради этого, оказывается, привозят наших уже престарелых, можно сказать, невест, ну, и сами женихи тоже уже дряхлые пердуны, но им-то, оказывается, это надо, то есть для меня это было великим открытием, не знаю, как в ваших отношениях, как в вашем браке, я знаю, что меня смотрят многие и мужчины, и женщины, которые вышли замуж за границу, не знаю, как у вас это проистекает, но мне кажется, вот это, конечно, перспектива сексуального рабства, это, конечно, не для каждого, не для каждого, поэтому я в этом смысле прекрасно понимаю мадам С, которая просто в полушоковом состоянии, еще до сих пор находится после этого своего брака с Фредериком, и теперь маломайски оклемалась и хочет только вот такие отношения на расстоянии по переписке, в этом плане я хочу мадам С предложить вариант переписки с заключенным, я знаю, что в Америке, например, это очень распространено, и даже есть дамы, которые ездят в тюрьмы, там заключают брак, и потом, ну, поскольку мадам не нужен брак, снова, и вот переписка вот такая, знойная, очень даже подойдет, я знаю, что они очень обделены женским вниманием, естественно, в тюрьме, они сидят и по 20, и по 30 лет, в зависимости от состава преступления, но в Америке очень длинные сроки за все, так вот, они пишут письма на нескольких страницах, просто такие, что захватывает дух, я знаю людей, которые переписывались, и там очень эротического все содержания, и в то же время, они не забывают сказать вам, что вы самая красивая, как правило, вы можете даже выбрать мужчину помоложе, и он вам там будет такие строчить поэмы, а иногда и писать картины с вашей фотографией, там ручкой на разлинованной бумажке, то есть это такая романтика, у вас будут собираться папки с этими письмами, причем письма будут бумажные, то есть это такая романтика, вы их потом можете перевязывать ленточкой, так что я вот рекомендую, они пишут, единственное, что туда нельзя посылать обнаженные фотографии, то есть грудь нельзя показывать, ну то есть там какие-то ограничения есть, но тем не менее, можно кое-какие фотографии, где вы там в какой-то такой позе, что может фантазия, как у Дон Жуана, знаете, у, как его зовут, Джорджа, Гордона Байрона, английского писателя, есть произведение Дон Жуан, так вот он по пятке, ему достаточно того, чтобы у женщины сверкнула пятка, и он дальше дорисует образ, так вот и при переписке с заключенными тоже можно послать какую-нибудь там фотографию, где чуть-чуть-чуть плечико открыто, а он дальше сам дорисует всю вашу фигуру, то есть вот я рекомендую переписку с заключенными, это будет очень захватывающе, и нет риска того, что вы когда-нибудь физически с ним соприкоснетесь, как правило вас будет разделять очень толстое стекло, даже если вы туда и поедете в гости, ну а вообще все можно просто на уровне переписки и оставить, это вот такой практичный совет, я люблю давать практичные советы иногда, основываясь на том, что мне когда-то самому приходилось наблюдать, вообще же, конечно, самый основной вывод, который сделала мадам Эс в своем последнем видео, это то, что девушки принцев нет, в нашем возрасте, тем более мы уже не принцессы, поэтому будьте реалистичны и хватит мечтать, я считаю, что нет, мечтать всегда надо, тем более, что, как я уже сказал, есть вариант, когда не нужно действительно соприкасаться с мужчиной в данном случае в реальной жизни, но вы спокойно можете иметь эпистолярный роман, а если вам одного станет мало, вы заведете второй, третий, четвертый, пятый, десятый эпистолярный роман и будете обмениваться своими фантазиями и своими мыслями о возможном будущем. Ну, а у меня, в принципе, все по этой теме. Вообще, тема очень интересная, тема скамеров, тема отношений, тема брака с иностранцем, на каких условиях, какое место в этом во всем имеет кекс. Пишите, есть ли у вас какие-то собственные замечания по этому поводу, то есть основанные на собственном опыте или же просто какие-то теоретические воззрения. Мне все будет очень интересно, я с удовольствием читаю и очень многое от вас узнаю. На этом все. Желаю вам прекрасных выходных. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.